Кабинет министров Обратили внимание на функции президента и председателя Кабинета министров Напомним, в законе прописано, что Кабинет возглавит глава администрации президента И этот вопрос тщательно рассматривали народные избранники на заседании Кабинет министров решает все вопросы государственного управления За исключением вопросов, отнесенных к конституции, законам и к компетенции президента Судов и государственных органов со специальным статусом Здесь имелось в виду, что это такие законы, как такие юридические лица со специальным статусом Национальный банк, счетная палата, омбудсмен У них есть свои законы, которые регулируют их порядок деятельности механизма Это об этих органах Предусмотрен ли порядок отстранения от исполнения полномочий членов Кабинета министров? Порядок отстранения, да, здесь в законодательстве предусмотрено? Потому что сейчас, сами видите, да, сколько уголовных дел Какая большая ответственность на министрах Каким образом отстранение и привлечение к уголовной ответственности? Во-первых, если уголовная ответственность, тогда это, я как сказал, перезаконсил А вообще это решение принимается членом Кабинета министров президентом И президент принимает решение меры дисциплинарного взыскания и наказания и освобожденно занимаемой должности Вот в этих моментах роль... Так как мы президентский форум правления сейчас приняли, соответственно, конституции, они будут определяться президентом Инициаторы законопроекта отмечают, что в случае одобрения закона планируется сократить 30% сотрудников аппарата президента Депутаты поинтересовались о судьбах сокращённых чиновников Хотелось бы узнать, что будет с теми сотрудниками, которые подпадут под сокращение в случае принятия закона Есть гарантии, что их трудоустроят или компенсацию дадут и всё? В бюджете мы уже заложили. Те сотрудники, которые дошли до уровня аппарата, думаю, не останутся без работы Конечно, мы будем стараться трудоустроить их, но если не найдут работу, что поделать, пусть встанут на учёт по безработице и получают пособие Кроме этого, для членов Кабинета министров внеслись специальные квалификационные требования В первую очередь, высшее образование, стаж работы на государственных и муниципальных должностях не менее 10 лет Помимо этого, они обязаны предоставить декларацию о своих доходах, и им запрещено заниматься предпринимательской деятельностью В новом законе о Кабинете министров мы чётко прописали о коммерческой деятельности того или иного члена Кабмина То есть пусть выбирает либо занимается бизнесом, или работает на госслужбе, вне коммерции Но не должен заниматься предпринимательской деятельностью В рамках нового закона, то есть согласно статье 89.6 Кабинет министров перед парламентом будет отчитываться не по проделанной работе, а только по республиканскому бюджету В свою очередь, депутаты имеют право не удовлетворять отчёт Кабмина В таком случае, ответственность членов будет уже рассматривать глава государства Эрми Куринкеев, Урмат Мамиталиев, Пятый канал Эрми Куринкеев Эрми Куринкеев